И вы суперзвезда здесь. Я ощущаю себя танцовщиком, в первую очередь, и в последнюю тоже. И просто так получилось, что я стал ещё и звездой, как вы выразились. Американцы любят суперзвёзд. Много хороших возможностей для танцовщиков в Америке. Фантастические возможности. Вспомните, как много компаний здесь у вас, в Нью-Йорке. Три классических балетных труппы. И плюс современные Марта Грэм, Каннингем, Пол Тейлор. Много других компаний, которые появляются и уходят. Много ещё существует компаний, с которыми вы бы всё ещё хотели поработать. Конечно, есть ещё много чему учиться. Сам для себя вы очень строгий критик. Да. И вы сходили с ума или впадали в депрессию. Да, конечно. Я хочу поблагодарить вас за эту встречу. Настоящее удовольствие и честь. Потрясающе. Да, одно из немногих интервью, в котором я была просто вот так. Такой, ой, милый. И такой скромный. Они бесталанны в том, что они не понимают своего места. В классическом балете я мог, конечно, перечёркивать всех одним просто появлением. Это было от природы дано очень много. Эстетика поменялась. Когда танцевал Нуреев, было очень, как бы, вообще, во-первых, возможности человеческие были другие. Он никогда не делал то количество движений, вернее, количество движений делал такое, а вот количество, как бы, качества исполнения такого ещё не было, то, что от нас требовалось. Другое дело, что по сравнению с остальными, кто за ним последовал, конечно, этот человек создал тот миф, наверное, о котором ещё многие режиссёры будут снимать, и фильмы, и документальные, и художественные, и книги писать. Были и танцовщики гораздо совершеннее рядом, чем он, и технически, и внешне. Но... Всякому, кто располагает информацию об этом человеке, просьба выйти на контакт с советским посольством. На родине Нуреева заочно судили и приговорили к семи годам тюрьмы. Он очень многие вещи делал абсолютно сознательно, провоцируя скандал, потому что понимал, что скандал – самый лучший двигатель известности, и, ну, как бы, привлекал внимание. Он очень удачно каждый раз спекулировал на собственной вот этой проблеме невозвращения в Советский Союз. Очень часто было, когда к нему падал интерес, устраивал какую-нибудь истерику или скандал где-нибудь в ресторане. Или запирался в туалете самолёта и кричал, что в салоне агента КГБ, которые собираются его выкрасть. Через две минуты он попадал на первые полосы всех мировых газет. И этим самым очень много чего добился. В январе 1962-го состоялся официальный заочный суд над Рудольфом Нуреевым. Приговор – семь лет исправительно-трудовых работ с отбыванием срока в колонии строгого режима. Тогда же КГБ разрабатывает тайную активную операцию. Советская разведка должна была нанести ответный удар по изменнику Родины. Подстроить автокатастрофу или сломать ноги. Хочется, ну, какой-то... Тебя в этот момент смотрят. Особенно в туалете, когда ты в аэропорту стоишь, в очередь в туалет. Да, в мужской туалет, вы же понимаете, не всегда в копинку ты прорываешься. А там есть ещё некоторые другие агрегаты, да? Он очень удачно каждый раз спекулировал на собственной вот этой проблеме или запирался в туалете самолёта и кричал, что в салоне агента КГБ, которые собираются его выкрасть. Через две минуты он попадал на первые полосы всех мировых газет.